Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетьман». Мы очень рады, что с нами сегодня на связи. Виктор Небоженко, Виктор Сергеевич, здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время. Ну, соскучились, прошлую неделю пропустили. Как-то непорядок получается. Сейчас я одену очки, чтобы я солиднее выглядел. Виктор Сергеевич, ну, зато эта-то неделя столько всего интересного принесла, что я даже не знаю, как успеем обговорить. Поэтому, ну, давайте, наверное, традиционно вначале вот с ваших каких-то... Да, да, давайте сначала самые общие вещи, которые нас касаются, потому что все события, которые происходят в той или иной степени, связаны с тем большим, что произошло. Прежде всего, хочется бросить большой камень в жирное болото западных и украинских прогнозистов и политологов. Ну, в том числе, наверное, я там тоже сижу, как маленькая лягушка. Не царевна, конечно. По поводу того, что еще лет 20 назад мы даже не подозревали, что концепция глобализма, что преимущество или как гегемония Соединенных Штатов чем-то будет изменена и что-то произойдет особенное. Но после того, как в мире взорвалась война и Россия вторглась в Украину, а я по-прежнему настаиваю на то, что это четвертая мировая война, что это именно мировая война. И доказательства постоянно расширяются. Чего стоит только тогда, что Россия сейчас объединилась с Северной Кореей. Это же надо додуматься. Ни Сталин, ни Брежнев, ни Андропов до такого бы не додумались. Объединяются в борьбе с мировым империализмом, Западом. И очень важно, что, возможно, и там обстоятельства будут тоже очень драматичные. Первое, что произошло. Сначала глобальное, для того, чтобы это глобальное будет объяснять многочисленные наши сюжеты. Потому что если мы просто будем сейчас обсуждать, что было во Франции, что такое Соединенные Штаты, как прошли дебаты, мы все-таки не будем понимать, откуда это все возникло. Прежде всего, еще повторяю, еще лет 20 назад, еще 10 лет, даже 10 лет назад, никто не произведел, что возможен кризис глобализма. Именно, то есть, как модели. То есть, ну, это даже как-то противоречит здравому смыслу. Ну, как это? Если что-то касается всего мира, то как же оно может болеть или это? Но нам сначала выбросили COVID. Это был кризис глобализма, начался с COVID. Когда, с одной стороны, позитивные качества глобализма было, что весь мир, всемирные здравоохранения, организации, лучшие компании мира стали бороться и искать какое-то лечение. Но одновременно этот же глобализм распространил эту болезнь мгновенно, как ветер в сухую погоду разносит огонь. И из какой-то маленькой, ну, не маленькой, а там большой город, Ухань, дело дошло с всего мира. Вот тогда впервые появились статьи о том, что что-то не в порядке с глобализмом, раз вот так легко, через средства массовой информации, через коммуникации, через... Все дошло буквально за 6 месяцев по всему миру. Поэтому вот потеря, я даже называю это резче. Мы сейчас с вами, вот летом 2024 года, находимся в ситуации, когда произошла потеря первой модели глобализма. Потеря глобализма, да. То есть мир не раскололся, а расшился, чуть-чуть, но не развалился, а растянулся на какие-то проблемы, касаясь различных крупных регионов. Второе. После войны 20... После начала войны 22-го года России против Украины постепенно стал нарастать совершенно непонятный процесс, который тоже никто не прогнозил. Развар мировых регуляторов. ООН. Ну вот когда происходил... Да. ООН. Ну кто мог подумать? Вот сейчас происходил саммит в Швейцарии, и ООН уже не подписала документ, и он обиделась, потому что говорит, а почему это не на площадке ООН? Почему это не на заседании Генеральной Ассамблеи? Почему это не Совет Безопасности, а через 7 великих государств и так далее? Четвертое. Повторяю, что с Украины началась война. Кажется, это же вся история и Европы, и мира говорит о том, что война мировая начинается через большие государства, но не через маленькие. Когда одно большое государство напало на маленькое государство, и слабое Россия напала на Украину, а вы это считаете, потому что вы видите ли украинцы, и вы считаете, что с этого мир рушится. А сейчас уже за эти два года хорошо видно, что дело не только в том, сколько земли захватила Россия, а сколько Украина отбила. А дело в том, что разрушивается система урегулирования международных отношений. Не работает система гарантий, не работает соглашение. Мы говорим про Стамбул, мы говорим о новых переговорах и соглашениях с Россией. Как-то надо ставить войну. Но все прекрасно понимают, что сам институт соглашений, сам институт гарантий не работает. И это заставляет замолкать даже самых опытных дипломатов. А также очень важно, что тут надо сказать, что вскрылось противоречие между фундаментальными местными несколькими регионами. То есть, с одной стороны, казалось бы, глобализм когда-то поглотил идею двухполярного мира и конфликта между ними, который начинался с 45-го года по 91-й. А с другой стороны, мы видим, что после саммита, четко саммита в Швейцарии, это его один из главных результатов, кроме украинских результатов, заключался в том, что мир разваливается на два блока. На два блока. И глобальный юг, который очень сильно гордился тем, что он глобальный, это скорее европейская метафора, это скорее ловушка, это скорее способ манипулировать со странами то, что всегда откровенно называлось третьего мира. Третьего мира. Потому что если даже БРИКС не может стать субъектом сильной политики, хотя бы из-за конфликта России, Индии и Китая, а про глобальный мир говорить не же. Сразу хочу в сторону бросить один маленький шар. Я читал недавно одну статью, где автор очень умно сказал, говорит, больше всех намучается с глобальным миром. Россия. А он, кстати, не россиянин и не украинец. А я так сразу насторожился. А ему-то чего? Наоборот, он сейчас занимается какой-то антиколональной политикой. Он говорит, глобальный мир начинает специализироваться на новой колонизации третьего мира. ИГИЛ, мусульманский экстремизм, массовая антизападная культура в Европе. Все это влияние глобального мира. Мягкая сила глобального мира или грозная. И, грубо говоря, Россия не понимает, что пока она сражается с Америкой и с Западом, в это время глобальный мир существует не только в голове российских дипломатов, но и в виде мощных актов террора, которые сейчас происходят в России, на Кавказе и в Крокос-центре и в другом. Дальше. Что проявилось в этой войне? Это сразу будет объяснять и многое здесь сейчас событие. Оказалось, что НАТО, в общем-то, слаба. Когда НАТО открывает какую-то глобальную миссию, как они говорят, кого-то отправляет туда-сюда, то это выглядит как победа. А когда НАТО пришлось защищать Европу, то не так-то все это легко. Но все равно мы должны благодарить НАТО, хотя на самом деле под НАТО появилась более хитрая схема Рамштейн. Рамштейн, 40 государств, но частично мобилизованы и являются внутренним фронтом Украины. Это здорово. У России нет внутреннего фронта. Это очень важное отличие. Украина своими вабандировками, дронами, а я надеюсь, что еще ракетами, самолетами будет показывать, что у России нет второго фронта. А это очень уникально для войны в России. Одна из первых войн, я опять отклонился, но это важный момент. Интересный. Первых войн была первая отечественная, как называется, война 1812 года. И Наполеон, дойдя до Москвы, говорил, ну хорошо, а где у них тылы? А российские стали, да у нас тылов-то и нету, мы могли так идти и дальше, все. То есть это очень уникально. Тыл всегда, если есть фронт, должен быть тыл. У нас одна из проблем военной экономики. Но возвращаемся. Но оказалось, что НАТО очень слабо. Оказалось, что Европа тоже не выдерживает самой угрозы. Только сейчас, через два года, часть европейских политиков, а время уже ушло, начинают понимать, что Россия, агрессивная Россия Путина, реально угрожает странам Европы. Они видят того, что украинский президент и Украина говорят, вы же поймите, что если вы нам не поможете, они вторгнутся и в ваши страны. Теперь они уже это поняли, что там есть два типа войны. Реальное физическое военное давление на Европу, начиная от белорусского балкона, включая тактическое ядерное, уже качает тем, что Путин бросил сейчас огромнейшие средства. Это у него вообще приоритетно. Даже не Украина. Это он хочет сделать террористом фронтом. Если 12-й фронт, это европейская часть России, с точки зрения военной стратегии, абсолютно правильно. То Путин решил наказать Европу за помощью Украины. И туда будут брошены огромные средства. Скажу вам честно, что это неплохо. Потому что Европа не до конца понимает угрозу России. Вот в 80-е, 70-е годы они понимали, что вытворяет Советский Союз в западных странах. Я уже говорил, это свинцовые годы. А вот то, что сейчас, какие огромные средства бросает Россия на пропаганду, на подкуп, на угрозу, на организацию правороссийских политических сил, которые должны захватить в европейских странах. Это должно возбудить, грубо говоря, старую Европу, европейскую Европу, которая поймет, что не все так просто. И, наконец, мы надеемся, что Путин же не стратег, он тактик. Вот эти две вещи. С одной стороны, он хочет получить сильные правы и их давление на национальные правительства. А с другой стороны, он давит на всю Европу. Это противоречие стратегии. Это очень сильное противоречие, которое Путин даже еще не чувствует. Потому что даже той же самой Лепен, даже тому же Орбану, той же самой Германии придется думать о национальной безопасности в то время, когда будет усиливаться право про фашистские движения, доходящиеся до экстремизма, до, может быть, выступлений, а может быть, даже и до попыток переворота. И вот тогда Европа проснется. Чтобы далеко не уходить, видите, как все связано. Поэтому Макрон, у него есть как бы тайный план. План Б. План А. Это, вы знаете, резкое, вдруг, открытие, объявление о выборах, где точно побеждает правый. Но не может быть, что он сам себе готовит могилу. Такого же не может быть. Тем более, что конфликт между Макроном и Лепен будет очень жестким. Просто он хочет довести угрозу правых и угрозу Путина до такого состояния, когда Дип-стейт и общие европейские институты вдруг мобилизуются против России. То есть это довольно хрупкий план, но он нас очень устраивает. Очень. Это хорошо. Но это будет только в том случае, если две стратегии Путина. Получить национально правых про фашистских в государственном управлении ведущих стран Запада. И одновременно долбать Европу за демократизм и помощь Украине. Тем более, что у него издевательство над Европой упирается в две задачи. А они очень сложные. С одной стороны, оторвать Европу от Соединенных Штатов, а с другой стороны, оторвать Европу от Украины. А это, я вам скажу, задачка не для каждого императора, даже такого, как Путин. Ну, еще раз, заканчивая коротко. Существуют вот эти группы, которые кроме угрозы или хотите тени, стратегической тени на мировом уровне, когда наша глобальная модель не справился с задачами, начиная с COVID и кончая войны в Украине, все-таки рассыпается на несколько больших регионов, в каждом которой есть свой родимый или как естественное противоречие. Очень сильно. То есть, вот Европа. При том, что она часть Запада, но у ней стоит проблема. Либо чуть-чуть дистанцироваться от Соединенных Штатов, как настраивает Трамп, и создавать свою европейскую партию, либо евроатлантизм будет переживать новые возрождения. Но проблема заключается в том, что конфликт между Соединенными Штатами и Китаями заставляет Соединенные Штаты переносить центр внимания и сил с евроатлантизма на тихоокеанское сотрудничество. АКУС, который они создали, оказывается, полтора года назад. Я всегда спрашивал, а зачем это надо? Зачем новые альянсы? Потом посмотрел американские стратегические документы. Там действительно сказано так, что Соединенные Штаты уже самая первая страна, самая мощная, но управлять миром она будет через альянсы. А, тогда понятно. Но теперь оказалось резкий ход по обострению обстановки на Дальнем Востоке оборонный союз Северной Кореи с Россией как раз говорит о том, что американцы предчувствовали, предсказывали, правильно поступили. А АКУС у них уже есть. А Китаю, России и Корее еще предстоит, Северной Корее еще предстоит создать свой антинато. А у Соединенных Штатов, у Японии, у Тайваня, у Южной Кореи уже есть этот АКУС. То есть, ну, в общем-то, пока, пока в глобальном масштабе, в комплекте глобального Китая и глобального Запада, не Соединенных Штатов, а именно Запада, это будет наша с вами мировая ловушка, потому что Китай не понимает, что нельзя выступать против части человечества. Можно выступать только против конкретной страны, обвиняя ее в чем-то. Он это не понимает. А Запад это уже понял. Он придумал прекрасные мифотворчества по глобальному югу, позволяющие туда загнать прямо противоположные политические силы и решать свои задачи. А Запад как коллективный, его устраивает это как западная цивилизация. Поэтому я думаю, что все это будет разгораться, потому что Путин не просто приехал в Северную Корею. И разговоры о том, что Китай этим недоволен, неправда. Это сделано вместе с Китаем. Речь идет об усилении ядра китайского, глобального Китая. Кроме союзников должны быть страны прокси, которых можно использовать. Проблема Китая и проблема России заключается в том, что при мощных отношениях с друг другом и сотрудничестве, и готовности конкурировать с Западом, они не имеют прокси сил. То есть нет ни одного союзника на стороне России, который бы выступил сейчас. Ну, Орбор же не будет воевать с Украиной, вы понимаете, да? А вот Иран имеет, у них есть Хуситы, у них есть Хезбаллах, у них есть Хамас. И при этом они говорят на это, после того, когда Хуситы нанесли точный ракетный удар по авианосцу, говорит о том, что Иран в международном плане более выгодно выглядит, даже чем Китай и Россия. Ну, вот коротко так, перед тем, как мы перейдем к дебатам, перейдем к России. Виктор Сергеевич, позвольте только вернуться к одному из ваших глобальных пунктов, мы сразу перейдем к дебатам американским, да? Вот вы сказали, я внимательно за вами записываюсь, вы сказали, что сейчас разрушается система урегулирования конфликтов. И в этом смысле у меня вопрос. А вот в какой момент она начала разрушаться? Потому что ведь последние там сколько, я не знаю, там несколько десятилетий мы только и видели одни неурегулированные конфликты, да? Мы можем вспомнить Карабах, по которому там 30 лет существовала минская группа, которая просто, ну, свелась просто каким-то регулярным встречам ни о чем. Мы видим историю в Грузии. И я думаю, много можно назвать таких точек. И в этом смысле в какой момент, как вам кажется, она начала ломаться, и вот то, что сейчас происходит. Это уже как бы точка во всем этом деле? Или еще что-то такое увидим? Да, я к тому же еще обострю ваш вопрос. Если действительно произошли такой кризис между мировых регуляторов, то как возможен мир между Украиной и Россией? Вот это вообще самый жесткий вопрос. Да, 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 на самом деле это самый кровавый вопрос, самый кровавый. Никто не хочет обсуждать перемирие и вести переговоры о прекращении огня можно до бесконечности. Можно даже практику вводить. Но это не коснется подписания документов. Не коснется. Вернемся сюда. Все после февраля 1922 года. Все началось. Потому что это же была первая война за 75 лет в Европе. Это не была война в Корее. Это не была война в Бразилии. Это не была война в... Ну, давайте еще где. Даже Ближний Восток, это все-таки, хотя там было уже 5, около 5 войн, даже Ближний Восток все-таки не является эпицентром. А это указал в центре Европы, вдруг оказался настоящая война. Не конфликт, как говорят россияне. И не конфликт, как говорят сторонники Путина в Европе. Это не конфликт. Это настоящая война. Европа и мир долгое время цинично не хотели правильно оценивать эту войну как война. Потому что тогда нужно было бы... Да как и у нас сейчас. Мы же так и войну не объявили. Мы говорим про военное положение. Понимаете? Чрезвычайно. А теперь военное положение. А не война. Ну, нельзя война и все. Так и мир к этому отнесся. А на самом деле началось все сыпаться после этого. Да, была резолюция этого ООН. Но она была уже не импотентной. Она уже была не настоящей. Вот с того момента, когда ООН проголосовала, ну ничего не могло сделать для... А зачем? Зачем? Зачем нужно было решение самого крупного международного органа по регуляции конфликтов и перспективно будущее, чем занималась ООН этих 70 лет? Когда, оказывается, это не повлияло на саму войну. Это значит, слова были. То есть обесценивание произошло, все это безопасности. Обесценивание произошло с Будапештского договора, по которому мы обменяли мир на ядерное оружие. Мир на ядерное оружие. Это сейчас голову никому это не придет. А мы тогда были уверены, что это очень надежно. И вот с этого времени все начало сосыпаться. Дальше, с другой совершенно стороны, давайте будем объективны, международные регуляторы, типа там международное торговое, как там называется, общество или как я уже забыл. Потом международный банк, международные ООО, спортивные организации, международные культурные, международные конференции, которые собирали по 70 стран, спокойненько обсуждали какие-то проблемы. Там по климату, по преступности, по бедности и так далее. Этого уже два года не существует. Они не работают, потому что они не могут выработать ни один документ, ни в виде рекомендации, ни в виде регламента. Рекомендация и регламент. Вот две вещи, которые действуют. Я уже не говорю, что призывы, даже только намеки. Вот так постепенно затихали международные регуляторы. Поэтому, честно говоря, чем бы ни закончились всякие международные переговоры по поводу перемирия или заключения договора с Россией, оно не будет иметь долгой жизни. Хотя нам очень нужна остановка войны, конечно, на наших условиях. Виктор Сергеевич, тогда, если позволите, давайте перейдем к дебатам, которые произошли. Еще накануне все подогревалось и все заголовки во всех изданиях писали. О, это будут судьбоносные дебаты. Такого не было еще никогда. Никаких записей, никаких подготовок. Только ручка с собой и так далее. И это было важно, интересно. Признаюсь честно, в прямом эфире поставила будильник, но в 4 утра не проснулась, но четко отслушала от корки до корки эти дебаты, начиная с 6 утра. Готовить к сегодняшним эфирам. Вот честно хочу сказать, что мне очень понравилось. Вы сейчас будете рассказать ваши впечатления. Я уже вижу ваш хитрый, прищуренный, улыбающийся взгляд. Нет, 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 я очень серьезный, серьезный. Что меня поразило, две вещи. Первая вещь, которая меня поразила, что когда журналисты разделили эти дебаты по блокам, и когда сказали и о внешней политике. И первым, что они сказали, это Украина, война России против Украины. Вторым был Ближний Восток. Мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, это говорит о значимости этой войны для американцев и для американских выборов и в целом для этих дебатов. Это первое, что меня поразило. Мне понравилось, по крайней мере. И второе, что мне понравилось, что ведущая спросила у Трампа напрямую, поддерживает ли он те требования, которые сейчас Путин выдвинул в Украине. Трамп с легкостью с первого раза ушел от ответа на этот вопрос. Но надо отдать должное журналистке, она спросила еще раз. И все-таки, вы поддерживаете вот эти требования? На что Трамп еще сказал, нет, то я эти требования не поддерживаю. Ну, я для себя решила, что все-таки поставим это, наверное, галочку, как хорошую новость. Ну и, конечно же, сразу интриги, что политика уже сказала, что написала о том, что демократы стали заламывать себе руки дословно после этих выборов и пытаться искать нового кандидата вместо Байдена. По результатам всяких разных опросов пишут о том, что, ну, кстати, CNN провел опрос сразу после дебатов, и более 60% сказали, что выиграл Трамп, и около 30% за 30% сказали, что выиграл Байден. То есть 60-30% это среднее. И это CNN, которые не ориентированы, зрители, которые не ориентированы на Трампа. Вот, замолкаю, наконец-то. Вот ваш анализ говорит о достаточно высокой компетенции, и вы абсолютно правильно, как политолог, не как же правильно начали с того, кто какими темами занимался, как эти темы сконфликтуют на дебатах, и что главное, что второстепенное. Да, все вы правильно сказали про Украину, но этот анализ хорош, если бы мы имели дело с живыми политиками, если бы мы имели дело с политиками в 60-50-60 лет. Вот тогда содержательный анализ дебатов важнее каких-то внешних. Самое главное, если вы говорите, вас поразила Украина, Ближний Восток, самое главное, что оба живы. Они возраст, и то, что они спорили по поводу возраста, и то, что происходило. И, конечно, эти два старичка, одному 81, а другому 78, конечно же, Байден выглядел хуже. Хотя по содержанию, может быть, он говорил правильные вещи. Но Трамп, который действительно 50 лет возле телевизора, он выгоднее держался, а главное, он спрятал свое вот это хамство, вот это колоссальное. То есть, он же мог что угодно говорить. Поэтому, конечно же, 30 на 40, ну, нет, я бы сказал 40 на 60 все-таки, вот так примерно, где Трамп действительно выигрывает, а Байден проигрывает. Ну, все, что мне, что эти дебаты показали? Эти дебаты показали, что на самом деле оба этих пожилых человека, кто бы они ни были, возрастает резко роль теми, кто должны публично, не не публично, а публично стоять за ними. Кто будет вице-президентами? Проблема возникает в том, что кто бы не победил, видите, я все равно говорю о дебатах, кто бы не победил на выборах в Соединенных Штатах, тут же начнется борьба за белый дом второго эшелона. То есть, идея фаворитизма. То есть, не дай бог, они найдут какого-то себе Ермака, там, и тот или другой. А это, к сожалению, произойдет. Кто-то должен править за их спинами, но обладая полномочиями президента, потому что оба на самом деле не являются перспективными для Америки. Оба, на самом деле, то, что я смотрел, это мало имеет отношения к тому, что меня учили, по крайней мере, с времен Кеннеди, Никсона, Кеннеди. Когда идет некое обсуждение различных концептов будущего Америки со стороны республиканцев, партийных и демократов. Я не видел здесь ни демократов, ни республиканцев. Я видел двух пожилых человек, которые ненавидят друг друга и пытаются остаться у власти, объясняя это будущим. Ни тот, ни другой, кстати, даже во время дебатом не пытался нарисовать будущее Америки. Я помню, когда готовили Ющенко, так они упорно говорили, вы должны показать, вот с вами должно быть связано будущее, майбутнее Украины. И он пытался что-то, пытался либо что-то говорить, как прекрасно работает нацбанк, и что нужно сделать, либо что-то пытался показать, какие реформы классно пойдут. То есть, это стандартная политтехнологическая подготовка. В данном случае этого не произошло. Но это некий объективный процесс. Сегодняшняя политическая элита, имея двух ведущих политиков, я не говорю лидеров, которые не представляют будущее в Америке. Крайний случай. Кеннеди. Все говорили, ну даже если он ничего не понимает политики, он будущее Америки. Крайний случай. В нашем случае два старика. Они не могут представлять. Дальше. Политический опыт Байдена, который он там постоянно говорил. Я многое знаю, я многое применю. И политический опыт Трампа не соответствует сложности задач, которые стоит сейчас перед Америкой. Грубо говоря, самое конкретное, поддерживаю ваш разговор об Украине и об дебатах. Ни тот, ни другой толком не имеет плана, скажем так, поддержки Украины и победы над Россией. Все говорят дипломатическим языком то, что называется условия переговоров. Ни Байден, ни Трамп не высказал четкой позиции относительно того, как пойдет ситуация. Вы помните, Трампу написали там докладную записку? Надо сначала заставить посадить президента Зеленского за стол переговоров и угрожая ему, что мы не дадим ему оружие. А если не так, то надо заставить Путину. То есть это все не планы страны. Это все политтехнологические рассуждения, политические рассуждения, а не слова лидеров. Они не выглядели лидерами как по опыту, потому что ситуация в Америке чрезвычайно сложная. И задачи внешние, внутренние чрезвычайно сложные. Это говорит о том, что они не будут править. Кто бы не победил, хорошо видно по этим дебатам, за ними будет стоять не дип-стейт, а какая-то группа сильных профессионалов, которые, естественно, будут править вместо Трампа и вместо Байдена. И, к сожалению, это очень важный момент. То есть нет этих планов. И что по общему результату? Ну хорошо, я включаю просто то, что я практически участвовал во всех избирательных кампаниях против Донецких. С Донецким их кандидатом я не имел дела, хотя хорошо его знаком. Когда я работал в администрации президента, мы собирали, помню, документы, кого сделать губернатором и заместителем губернатора в Донецке. И тогда я прихожу потом к Кучме и говорю, а как вы можете его ставить вице-губернатором, заместителем губернатора, если у него три ходки, а четвертое изнасилование и так далее. А Кучма говорит, слушай, он же будет заниматься хозяйственными делами. А потом же нам же как-то надо, чтобы бандиты имели отношение к большой донецкой работе. Не будем с ними ссориться. Вот так вот появился когда-то будущий президент Украины. И я хочу сказать, что... Я ушел в сторону, но я хочу сказать, о чем идет речь. Эти дебаты не стали судьбоносными ни для того, ни для другого. То, что они остались живы, это хорошо. То, что там есть какое-то распределение тончайшее, тоже хорошо. Все. Второе. Я не думаю, что эти два старика возбудили правых или левых, ой, так нельзя говорить, республиканцев или демократов. Впервые в Соединенных Штатах появится, по результатам этих дебатов, появится большая группа американских избирателей, которую мы называли сюда ситуационные избиратели. То есть, которые придут на выборы и примут решение в пользу Трампа или Байдена прямо на избирательных участках. Это приведет к некому обострению, что в день выборов первые же социологические опросы будут показывать преимущество одного кандидата над другим плюс-минус 5%. Это будет некая сенсация. Это будет то, что противоречит будет прогнозам всех социологических служб. Почему? Из-за вот этой большой группы ситуативных избирателей, для которых дебаты и сама избирательная кампания не стали поводом или мотивом идти на выборы. А только просто участие в американской политике, длительное участие во всех выборах заставит их прийти на выборы и проголосовать. Это понятно. И еще одно важное обстоятельство, которое прямо с дебатами не связано, но связано с одним из участников дебатов. И я сказал, когда пройдет голосование, а так как мы имеем двух стариков, то непонятно, как они отнесутся к тому, что я сейчас скажу. На прошлых выборах Трамп, проиграв Байдену, он стимулировал восстание в Вашингтоне, конфликт и захват Конгресса. За эти годы. Которые, кстати, активно обсуждались во время дебатов тоже. Это тоже важно. За эти годы американская судебная машина, несмотря на свою извлеченность, так и не решила, это хорошо или плохо, это наказывать надо или нет. Нет, те, которые непосредственно кого-то убивали, что-то ломали, они уже почти сидят, но не сделали Трампу. Я к чему это веду? Мне кажется, что так как дебаты не сдвинули в пользу Трампа, дебаты показали проблему демократической партии. Как усилите? Но не проблему республиканской партии, которая, опустив руки перед МАГа, перед Трампом, уже не сопротивляется. Это сейчас проблема республиканцев. Что делать? Либо поставить насильного вице-премьера, либо менять Байдена. Либо оставить все как есть, надеясь на то, что Трамп сядет в тюрьму или прилетят несколько черных лебедев. Что вполне возможно еще. Вы не забывайте, еще свое слово не сказали технологические миллиардеры и свое слово не сказал дип-стейт Соединенных Штатов. А они со времен Эйзенхаура и со времен Кеннеди умеют очень много решать проблем политических. Очень резко. Поэтому вот эта тема. Я боюсь, что так как выборы покажут очень маленькие различия между Трампом... Разрыв. Разрыв имеется. Это то, что я сказал. Может быть совершенно неожиданно выскочить голосование до 5% в пользу какого-то кандидата. Я даже не знаю какого. Потому что это ситуативно будет. Эти люди даже еще не знают. Они придут на выборы. Но как они проголосуют никто не знает. А избирательные кампании и кандидаты воспримут это как начало фальсификата. И в результате мы можем получить обязательно то, что было уже на прошлых выборах и становится традицией. Когда один кандидат скажет, что у меня украли выборы. И попросит своих избирателей идти на штурм. Либо Белого дома, либо Конгресса. Вот в чем проблема. Потому что ни Трамп и ни Байден не обладают лидерскими способностями, способными управлять своими избирателем после окончания выборов. Тут маленький прогноз. Если хотите, Виктор Степич, не знаю, захотите или нет. Считаете ли вы, что кандидатура Байдена будет заменена? Об этом как-то говорилось достаточно так с намеками, полупрозрачно. Но вот после этих выборов появилась информация, стали многие издания опубликовать, как топ там новость, что демократы стали дословно заламывать себе руки и говорить, ну все, вот теперь нужно что-то делать. И вы очень тонко сказали, либо играть вице-премьером, либо менять. И вот в этом смысле, как вы считаете, насколько тут у Байдена есть шанс все-таки остаться? Кстати, так, я вам скажу честно, про Украину, потому что я не проводил избирательных кампаний в Соединенных Штатах. Давно уже, давно, несколько лет назад, у меня один очень богатый человек, но такой аккуратный, теневик, он не светится, ничего. И он меня как-то спросил, между прочим, а все говорили о чем угодно, только не о политике. А это всегда интересно, почему, я же политолог, я же не рыбак, я там не любитель картибалетов, они геополитику воспринимают через туризм, вот где они были. Я им говорю про Японию, они говорят, о да, я там был две недели. Я им говорю про Францию, они говорят, да, южный, да, да, конечно, у нас же там то, то есть. То есть, к сожалению, они в геополитиках совершенно иначе, как с разных планет. И вдруг неожиданный вопрос, Виктор Ильич, ну вот если вы говорите, что сейчас нету подготовленного политика, который мог бы конкурировать, повторяю, это не с сегодняшним президентом, связано 10 лет назад, но это отвечая на ваш вопрос. И, ну, а нового политика с нуля, я говорю, о, это очень дорого. Нет, нет, это вас не должно касаться, это не, это же тема коллективных, это не то, что я спрашиваю. Я говорю, 6 месяцев, и я из обычного человека сделаю вам яркого лидера. 6 месяцев. Поэтому, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, есть ли у демократической партии и их спонсоров 6 месяцев для того, чтобы из человека, который просто находится сейчас в нормальном стартовом, а их человек 15 сейчас, не меньше. То есть, какой-то конгрессмен, какой-то бизнесмен, какой-то сторонник ДЕИ или сторонник там борьбы за какую-то чистоту, какая-то яркая, какая-то личность, скажем, скажу, очень цинично, по поводу которого республиканцы не успеют нарыть компромат. 6 месяцев. За 4 месяца я не знаю. Сколько осталось? Ну, меньше 6 месяцев. Я же только хочу сказать, что нет же 6 месяцев. Опять там сойдет 4-5. Что скажете по вашему опыту? Да. Ну, я не знаю. Меньше 4 месяцев я не верю ни в удачу, ни в надежду, ни в возможность никаких сегодняшних политологов заменить Байдена на другого. Но если до 4 месяцев такая личность появится, то, в общем, на самом деле, в отличие от нас с вами, который примет любого президента, мы же сами добрые люди и понимаем, что в Украине придется работать с любым президентом. Мы признаем выбор американского народа. Что же я обсуждаю? Да, мы признаем выбор американского народа. Но, повторяю, от 6 до 4 месяцев можно сделать еще яркого кандидата. Но на самом деле ответ более циничный, глубже я хочу, не политтехнологический, а чисто политический. Разговоры про смену Байдена имеют несколько целей. Первая цель – это расслабить Трампа. Сказать ему, ты знаешь, завтра они его поменяют. И он скажет, ну тогда я побеждаю. А может быть наоборот? Не, 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 ну что вы, надежда всегда сильнее страха. Нет, 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 нет. Так что вы? Давайте с вами поговорим о том, что не будут завтра выключать свет в Киеве. Мы же будем радоваться этому, хотя наша практика будет говорить о том, что мы же знаем, что это не так. Давайте скажем, давайте скажем себе о том, что через неделю нас больше не будут бомбить и разрушать и уничтожать людей. Мы понимаем, что это просто надежда. Человек цепляется за надежду больше, чем… Хочу маленькую ремарку сделать. Вот что значит настоящая прозорливость опытного политического аналитика и политолога. Только сказал, не будут выключать свет. Ну и вот сразу и… Я все равно сказал, что в психологии человека минимальный баланс, он может сводиться… Вот мы с вами, мы очень интересные, глубокие личности, ценим себя. Но на самом деле в чрезвычайных ситуациях, это не дай бог, не буду сейчас применять там аресты, атомные взрывы или просто неприятности, нет, неприятности, трагедии. Человек сводится к двум вещам, к страху и надеждам. Вот все, все многообразие его постепенно кажется. Поэтому иногда страх сильнее, иногда надежда больше. Но я уже сказал, что нужно от шести до четырех месяцев для того, чтобы с неких низкого старта добежать первым к финишу. С низкого. Потому что Байден на высоком старте, это понятно. А теперь возвращаемся к чистой политике, не политтехнологии, политике. Первый вариант, разговоры о смене Байдена, это очень ласкает Трампа. Типа, ну я же, значит, я победил всех их, Обаму, Клинтон, Шу, в кавычках, я извиняюсь, иронизирую, Байдена, его сына и так далее. А уже если дадут нового, то я расправлюсь, я же сильный. Это расслабляет, я вот что хочу сказать. Разговоры об этом, они не концентрируют. Очень трудно сказать, тут есть какая-то ловушка. Ну или, господи, как хорошо. Ведь любого другой же не успеет самореализоваться. Это первый. Второе. Чистый блеф. Вот как в картах. Давайте поменяем того на другого. Это заставляет всех политтехнологов и политических аналитиков тревожиться, обсуждать, анализировать. Чистый блеф. Третий. Это запасной вариант. Я не думаю, что демократическая партия и их спонсоры, и ведущие политики, и крупные эксперты не понимали, что Байден очень стар. И даже если он дотянет до выборов и победит Трампа, что это красивый результат. Только-только вся проблема начинается. И избирательная кампания потом покажется всего лишь легкой прогулкой. А мы сейчас думаем, что это самое тяжелое. Самое второе, это как сформировать полноценный потом управленческий механизм. Белый дом. Он очень тяжелый будет. Очень тяжелый. Если этого не произойдет, то произойдет то, что в политологии во всем мире называется. Резкое увеличение законодательной власти над исполнительной. Понятно, да? То есть усиление Конгресса. Да, да, сразу же. Конгресс тут же начнет как бы отодвигать красные линии, выстраивать слабому президенту. Это не потому, что они плохие демократы или республиканцы, а потому, что у них есть политический интерес как законодателей. Это же всегда движется. То сильный президент, то слабый парламент. А если слабый президент, значит усиливается обязательно. Потому, что свято, пусто мест не бывает. Там, где власть, оно должно полностью быть заполнено. До краев. До упругости. Если этого нет, значит включаются внешние силы. Еще хуже. Поэтому Конгрессу придется или новому президенту придется. В нашей ситуации ни Трамп, ни Байден не будет конфликтовать с Конгрессом. Вот что уже ясно. Уже сейчас ясно. Теперь возвращаюсь. План Б. Да, я думаю, что на самом деле у демократов есть такой план Б. Что если что-то произойдет с Байденом, они попытаются поменить. Сейчас пошли такие политтехнологические статьи в пользу вице-президента. Вот, не, Надежда. Но проблема заключается в том, что... Ну что, мы можем прямо с вами сказать. Трамп передавит. Он сейчас, он движется, он сильней. Она не справится с ним. Это должно быть абсолютно свежее, свежее существо. Абсолютно свежий, молодой или среднего возраста политик, который не испугается Трампа. Вы сейчас говорили о Хейле, когда говорили «Она». Вы Хейле имели в виду, да? Да, да. Нет, не о Хейле. Кто вице-президент у Байдена? У Байдена Харрис, Камала Харрис. Я просто думала, вы когда говорили о Трампе, я подумала, что вы вспомнили... Нет, извините, нет, нет, нет. Мы обсуждаем, да, обсуждаем сейчас план «Б», когда демократы с самого начала знали о том, что Трампа, ой, Байдена придется менять. Потому что республиканцы с самого начала знали, что Трамп им даст по рукам и не даст возможности им кого-то изменить. Это очень важно. Байдена можно менять, Трампа уже нельзя поменять. Ну, 78 лет медицины на таком уровне, что она уже не даст ему умереть до выборов. Но там все равно, как и в случае с Байденом, начнется яростная борьба, которая в Америке не была принята до сих пор. Когда кто-то не просто станет фаворитом, а какая-то целая группа заменит президента. Этого необходимо. Иначе, мы с вами сказали, Конгресс начнет перебирать тихонько-тихонько полномочия. Аккуратненько, тонко, как это они умеют делать. Ну, ради бога, мы с вами видели, как Джексон работал здесь. Вот этот путь. Наверняка у них есть такой человек. Это какой-то средний возраст, это может быть конгрессмен, это может быть какой-то сильный политик. Но главное, чтобы на нем не было компромата. Чтобы завтра газетчики не выбросили массу, массу этого, что он кого-то абьюзом каким-то занимался, что он кого-то опять изнасиловал, что он, оказывается, в детстве гитлеровское приветствие или еще что-то. Это очень трудно такого. Но мне кажется, что план Б обязательно есть. И у них есть несколько человек, может быть, это связано с Харрис, может быть, еще с кем-то, понимаете? А Хейли это только, Хейли это республиканка. Да, да, это просто вы сказали Трамп, и я поэтому все равно. Да, и Байден категорически ее не даст. Да он никого уже не пустит, понимаете? То это уже все, вопрос решен. С Байденом. И есть четвертый вариант. Значит, первый, мы сказали, это игра на нервах Трампа. Второй вариант, это блеф для всех. Просто вот бросается в общественное мнение, что Байдена надо менять. Вот пока я вижу это так. Третье, у демократов все-таки серьезные ребята, деньги огромные, и у них все-таки есть запасной вариант, когда Байдена можно поменять. Но я вам сказал, не больше четырех месяцев. После этого вы просто не сумеете, да не то. Есть же две вещи, назвать продукт товаром, и второе, сделать продукт продаваемым. Есть две вещи, телефон показать и назвать его цену, и второе, заставить избирателей или покупателей купить этот телефон. После четырех месяцев нельзя продать никого вместо Байдена. Вот чем делали. И четвертое есть. И что же четвертое? Плохой черный лебедь. Покушение либо на Трампа, либо на Байдена, которое механизирует и объяснит, почему нужно сделать смену. Самое главное в смене с Байденом или с Трампом заключается найти мотив, когда избиратель скажет, а какого хрена вы нам тогда голову морочили все время? Вы же должны были отобрать, почему вы сейчас это делаете? Это Путин так делает. Он знает, что россиянин, он как гупия, и ему можно каждые полгода всовывать совершенно разные вещи. Там так хорошо, там так работает пропаганда, обезглуповье, страх и так далее. Не надежда, а страх. А с Америкой так не получится. Найдется сильные журналисты, сильные эксперты, которые скажут, а зачем вы тогда нам этот концерт показывали? Два старика избивали друг друга маленькими подушечками, понимаете, для иголочек. И вы говорили, это драма выборы политического будущего Соединенных Штатов. О чем дело? Четвертый путь, он самый удобный для дип-стейта. То есть, когда что-то происходит с Трампом или с Байденом. Скорее всего, с Байденом. Покушение. А вы помните, последнее, у старика Буша он сидел, смотрел какой-то футбол в Белом доме и кушал печенье и подавился. Если вовремя охрана не зашла, то это были торжественные похороны президента Соединенных Штатов. То есть, я хочу сказать, что в их возрасте, ну, что угодно может произойти, кроме того, что еще может произойти вот такое чисто физическое покушение на Байдена или Трампа, который заставит, как разложить карты по новому. Виктор Сергеевич, есть еще два вопроса, которые я хотела, совсем осталось немного времени, но я хотела бы обсудить их с вами, да. Первый меня несколько удивил, и я считаю, что он очень важен, да. Украина и ее союзники должны подготовить план действий накануне второго саммита мира в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Прямая цитата. У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя и среди гражданского населения. Мы не хотим, чтобы эта война длилась годами, поэтому мы хотим положить этот совместный план на стол ко второму саммиту мира», – сказал Зеленский. И при этом он несколько раз повторил слово «несколько месяцев». Сюда сразу хочется привозить, может быть, это будет некорректно, поправьте меня, но я вспомнила, что о втором саммите мира говорили, что он может состояться осенью, уже с участием России. И даже называлась она из нижневосточных стран, например, Саудовская Аравия, возможно, что-то другое. То есть возникает, а может быть, даже по-другому поставлю вопрос. Как вы прокомментировали эти слова? Ну, модель или даже никак, стратегия саммитов, она не должна продолжаться бесконечно. Саммит, когда 100 стран, 50 стран, 70 стран сидят вместе, он принципиально не направлен на решение проблемы. Это межсобойчик, это площадка для решения многих вопросов, это обсуждение. Но там по документам, саммит, в котором участвует много-много стран, документ всегда очень-очень слабый. Извините за такой парадокс. Потому что он должен учитывать интересы многих-многих участников. Поэтому следующий должен быть не саммит, а нормальный переговорный процесс с учетом четырех стран. Четырех стран. А не саммит. Это большая ошибка. Я понимаю, Ермаку хочется еще раз фотографироваться на фоне 70 президентов и премьер-министров. Но с точки зрения технологии дипломатического успеха, следующий этап. Должно быть резкое сужение участников с их конкретными позициями. Иначе дипломатический механизм не заработает. Саммит – это ошибка. Речь идет о некой мирной конференции, в которой в обязательном ядро которой должно представлять четыре участника. Ядро. Говорят четыре участника. Вы говорите, конечно, Украину, Россию и штаты Китая. Китай. Китай. Да. Догадалась практически. Все, все. И, конечно же, там должны быть представители той страны, которая принимает. Обидится? Обидим же наших партнеров из Европейского Союза, между прочим. Нет, так, ну, а что делать? Дело в том, что так устроены успешные дипломатические процессы. Неуспешные. Занимаются широкими коллегиальными обсуждениями. И все. Ну, вот классический вам пример – Венский конгресс. Собрались, после победы над Наполеоном, собрались цари, там кто императоры, главы королевских домов. Их было немного. Их было немного. И вот эта немноженность позволила им сформировать вещи о балансе сил, о том, что передел Европы очень плохо. И это держалось 50 лет. Как раз из-за того, что было немного. Тегеранская конференция. Я вам скажу больше. Вот я помню, читал воспоминания кого-то, кого-то, сейчас уже не помню. И там говорят, влетает Деголи. А мы, говорят, с Рузвельтом, со Сталином, с Черчином обо всем договорились. Влетает Деголи. Я не прощу этого. То есть увеличение в переговорном процессе, особенно при капитуляции или про мирном соглашении, хотя бы на несколько участников, мгновенно усложняет движение дальше. Это станет понятно через пару месяцев. То, что пару месяцев осталось, это говорит о том, что президент нас готовит так. Ну, говорит, ребята, вы же не сумели выдержать мою унизительную, брутальную мобилизацию. А там люди уже страдают. Нет, у нас сил нет. Нам придется идти на соглашение. Другое дело, что я хотел бы, чтобы президент Зеленский, потому что больше некому это сказать, я думаю, что Степанчик нет, чтобы он все-таки не забыл сказать такое, что компромисс не только со стороны Украины, но и со стороны России. А нам навязывают компромисс со стороны Украины, а не со стороны России, как требует Китай и как требует Россия. Вот как только мы услышим о компромиссе, а вы знаете, о чем идет речь. Речь идет о том, что до оккупации территории до уровня 2022 года, до 2021 года. Вот тогда еще можно что-то обсуждать. Еще раз сказал, второй саммит, третий саммит ничего не даст, кроме траты украинских денег. Потому что чем больше участников, тем меньше можно получить конкретный результат. Виктор Сергеевич, и последний вопрос буквально на несколько минут. Мне он кажется интересным. Вот именно вам хотела его поадресовать. Северная Корея планирует направить в Донецкую область своих военных инженеров. Это подразделения, которые должны помогать армии России на временно оккупированном областном центре Украины. И южнокорейские СМИ написали о том, что вот эти военные инженеры будут заниматься фортификациями и могут прибыть уже в июле. И в этом смысле у меня к вам вопрос. Означает ли это, что Северная Корея открыто вступает в войну? Мы начали с вами разговор с абстрактного тезиса, который ничем не был доказан. Я говорил, идет четвертая мировая война. То, что с этим не соглашаются, а говорят, что она только наступит, для нас это не так. Да, разве это не мировой уровень, когда Северная Корея помогает России, а Россия помогает Северной Корее? Ведь что нужно Северной Корее? Некое преимущество пограничные конфликты с Южной Кореей. А на самом деле они в таком выгодном положении, что даже стыдно говорить. Северная Корея. Кроме 10 тысяч гаубицов, которые направлены в сторону Южной Кореи, столица Южной Кореи, Сеул, находится всего в 30 километрах от границы. Это значит, что защитить этот город будет невозможно. Второе. Южная Корея, Северная Корея требует не баллистических ракет, хотя это тоже, но требует тактического оружия, как это с Белоруссией произошло. Ядерного оружия. А это катастрофа, катастрофа для Южной Кореи. По-настоящему катастрофа. Если даже хотя бы из 10 самолетов или ракет несущий ядер, но уже прорвется хотя бы один для Южной Кореи, это будет катастрофа. Она не погибнет, но это будет катастрофой. И это очень серьезно. То, что Северной Корее нужно продукты, и она их получит из России, это понятно. А вместо этого они дают своих боевиков, понятно, они будут называться инженерами и так далее. То, что у Северной Кореи колоссальный 50-летний опыт строительства фортификаций, то, конечно же, у россиян даже близко такого нет. Это правильно. Хотя теперь, а теперь давайте объективно посмотрим нашу ситуацию. Во-первых, это здорово. Что они это делают? Ну, конечно, конечно. Ну, почему же это здорово? Потому что это означает, что Запад может спокойненько дать своих советников, своих, как выражаетесь, инженеров, своих спецназа. Это то-то нам не хватает. Тем более, что у нас уже есть закон, который предусмотрительно сделан Верховной Радой, о том, что разрешается иностранцам участвовать в боевых действиях. Все в порядке. Ну, там корректно, как написано. Нам так надо, чтобы Одессу, Херсон и другие города Кривой Рох, Харьков прикрыли уже, скажем так, волонтеры и добровольцы. Понимаете, когда Запад говорит, что мы готовы дать вам 150 самолетов, но у нас только 22 подготовленных украинских летчиков, которых они не уверены, что они не разобьют эти самолеты. Понимаете, какая беда? Когда Германия давала свои знаменитые танки, на которых крест, который сбесил атак российскую армию, то она не боялась непосредственного конфликта с российской армией. Она боялась, что россияне начнут громить эти танки и это все вылезет снаружи. Ей не хотелось этого всего. Это правильно. Петро запустил ракету и все. И сделал свое дело. Точно теперь положение у Запада. Они готовы, и у Америки, они готовы дать нам самолеты, но они не хотят, чтобы эти самолеты сбивала Россия. Чтобы выглядели, что это самолеты низкого качества. Их же надо продавать по всему свету. Понимаете? Не о нас идет речь. А вот если в этих самолетах будут сидеть ветераны американских летчики, которые по 30 лет эти самолеты с закрытыми глазами знают, это будет совсем другой бой с россиянами. Совсем другой бой. Поэтому, возвращаясь, это неплохо. Пусть они посылают. А второе, это уже отношение к малому народу Донбасса. Ведь вы, наверное, помните то время, когда Донбасс чувствовал себя самым сильным государством в Украине. Мы донбассцы, мы регионалы. Мы не регионалы. Мы те, которые держат на себе всю экономику Украины и так далее. И население, жители Донбасса где-то гордились своим особым. Такого самоуважения, как на Донбассе, не было ни во Львове, ни на Волынии, ни в Виннице. Ну, Одесситы немножко так. Но это город такой. Они говорят, ну вы не путайте Одесскую область с Одессой. Ну вот так они еще. А в Донбассе не было. Не путайте Донбасс с городом Донецком. Нет, нет. Именно Донбасс. Так вот, это очень важно. Это очень унизительно. Когда кроме каких-то африканских наемников, там появляется большое количество корейцев, которые начинают мучать и командовать местным донецким населением. Это очень хорошо. Это очень унизительно. Вот чего-чего. Но Донецк никогда не думал, что кроме разрушений, кроме того, что он попал в конфликт, туда начнут заезжать люди с разных стран и вводить свои порядки. Ну, например, представляете, Новый год. Большая донецкая семья сепаратистов. И их приглашает, как вы выражаетесь, вы сказали инженеры, да? Военные инженеры. Военные инженеры. Высокопоставленный военский инженер, который там построил много землянок и построил бетонные учреждения. К себе на день рождения. И приходит туда Донецк. Житель уважаемого города Донецка. А он поджарил несколько собак. И приготовил блюда прекрасные. А что? Ну, они собаки едят. Он хотел как лучше. Он хотел показать, что змеи это ерунда. А вот собаки это здорово. Я просто хочу вам сказать. Вы представляете, сколько терпения нужно будет донецким местным чиновникам все это терпеть. То есть люди чужие, которые приходят, если Донбасс не выдерживал обычных украинцев, то вы себе представляете, как это будет унизительно, когда туда наедет толпа корейцев и начнет, грубо говоря, себе вести. А это же, как это, я кореец и я вам помогаю. Я помогаю России. Они говорят, нет, ты не помогаешь не России. Ты должен помочь Донбассу. Они говорят, я не знаю, что такое Донбасс. Я помогаю Москве. Так что это хорошо. Немножко унижений для Донецка и Луганска. Это как раз не хватало бы. Мы имеем в виду о сепаратистах. Сейчас мы же говорим, правда? Да, чтобы люди, которые нас слушают... Вы что, вы? Нет, нет, нет. Я по-прежнему очень хорошо отношусь к жителям любого региона и считаю, что действительно по своему трудолюбию и по тому, сколько я вкладывал Донбасс, это очень важно, всегда и будет оставаться для Украины. Но те, которые сейчас считают, что им повезло с Российской империей, с путинской Россией, они еще не выпили до конца всех неприятностей. И корейская водка с корейской закуской обиде собаки. Это хорошо. А представьте, в ресторанах в обязательном порядке. Донецкий ресторан. Вы знаете, где в городе Донецке хороший ресторан? Ну, я уже давно не имею никакого отношения к городу Донецку. Ну, назовите хотя бы какой-то вот там. Даже на вскидку уже не могу, Виктор Сергеевич, не поверить. Ну, какой-нибудь, да. Какой-нибудь, да. Представляете, а там появляется блюдо корейской кухни. Или сегодня говорят, а сегодня у нас рыбный день и только корейская кухня. Это жестко. Виктор Сергеевич, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо. Виктор Небоженко был сегодня нашим гостем, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признательно вам нашей спонсорной платформе Патреон и Ютуб. Оставайтесь с нами. И, конечно, мы вместе с вами, потому что нас тоже отключают свет. Спасибо. 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 Спасибо.